Планируя отдых в Испании с детьми, важно знать, чем заняться на курорте, как получить массу позитивных эмоций. Испания на сегодняшний день предлагает большой выбор экскурсионных и развлекательных программ. Это одно из лучших развитых мест, где можно успешно провести отпуск всей семьей. На испанских курортах найдется что-то интересное как для маленьких туристов, так и для взрослых разного возраста. Что выбрать для себя, собираясь на семейный отдых в 2018 году, на что надо обязательно посмотреть, там будет интересно всем. Вопросом, где лучше отдыхать в Испании с детьми, задаются многие родители, планирующие поехать на этот всемирно известный курорт. Испания – это отличное решение для отпуска. Здесь есть масса всего интересного, богатейшая история и архитектурные объекты Испании придутся по душе всей семье. Отели предоставляют высокий уровень обслуживания и доступную стоимость апартаментов, испанцы обожают маленьких туристов, поэтому и отношение к ним трепетное. Местные умеют показать все радости жизни. В городах регулярно, независимо, август это, сентябрь или май, устраивают колоритные фестивали и карнавальные шествия с фейерверками. На курорте комфортные климатические условия, в июне-июле здесь нет зноя, а море теплое и ласковое, можно смело купаться и загорать, даже очень маленьким детям. Отдых можно спланировать на Канарских островах или Майорке, а также на материковой части страны, для детей развлечения в изобилии, к примеру, Порт-Авентура, крупнейший европейский парк аттракционов. Какой город облюбовать, путешествуя по югу Испании? Обратите внимание, путешественники рекомендуют для отпуска Ронда. На курорте можно посетить музей Тореадоров и Кориды, церковь Святой Марии, дворец Маркиза Сальватьера и Мавританского короля. В Малаге отдыхающие могут лицезреть замок Хибральфора, древние церкви, а также посмотреть экспозицию в музее Пикассо. С детьми можно прогуляться по ботаническому саду и парку Малаги, экзотика этих мест восхитит каждого. Канары расположились в Атлантическом океане, сюда туристы едут круглогодично, отели можно забронировать на первой береговой линии, наслаждаться пляжным отдыхом, покупаться, позагорать, заняться подводным дайвингом. Пляжи тут чистые и песчаные, но есть и галичные, вулканические берега. Канары предлагают туристу посетить заповедники, водные парки и замки Средневековья. Остров Ибица подарит массу веселья и развлечений. Сюда ежегодно приезжают мировые звезды, диджеи и любители клубной жизни, потанцевать можно и с детьми. Вечеринки фееричные, таких больше нигде не встретишь. К плюсам можно отнести и недорогой отдых в гостиницах. В результате идеальное место для времяпрепровождения найдется всегда. Остров Майорка предлагает лучшие пляжи Испании для отдыха с детьми. Дорогой курорт, предлагающий туристам, эпатажные вечеринки, туры на жемчужную фабрику Миджорика, экскурсионные поездки в Палленцию, город Древнего Рима, гольф и яхт-клубы. Курорты Испании на море с детьми дадут реальную возможность отдохнуть, как мечталось. Изобилие приятных сюрпризов и ярких событий, развлечений и достопримечательностей. Здесь есть все, чтобы путешествие удалось на славу. Отдыхающим гарантирована чистота и свежесть воздуха, так как на побережье отсутствуют объекты промышленности. Отдых с детьми в Италии Семейные пары с детьми сегодня все чаще выбирают среди испанских курортов Коста-Дораду, которая раскинулась на северо-востоке Средиземноморья. Проблем с общественным транспортом нет, так что добраться сюда просто, а такси обходится недорого. Опытные путешественники рекомендуют посетить Лапинедо. Здесь дети и их сопровождающие могут отдохнуть в аквапарке «Акваполис», известном невероятными горками и завораживающим шоу дельфинов. Но потому как в летнее время на испанских курортах достаточно солнечно, то, отправляясь в путешествие с очень маленькими детьми, следует быть осторожным, покупая билет на целый день. Лучше всего запастись защитными кремами с максимальным УФ-фактором. Многие родители отправляют деток в аквапарк прямо в футболках, и, как показывает практика, решение это рациональное. Детям подросткового возраста, а особенно мальчикам, обязательно понравится в спорткомплексе «Евроспорт», который обустроен современными тренажерами. Особенность комплекса в суперсовременном инвентаре. Здоровый образ жизни сегодня в моде у подрастающего поколения, поэтому в «Евроспорте» всегда шумно. Взрослым обязательно надо заглянуть в «Пайнда Дринг». В салоу отдыхающие отправляются из-за второго Дисниленда «Порт Авентуры». Вот уж где скучать не придется. Целых шесть невероятных парковых зон для развлечений, в которых есть все, что душе угодно. Пока дети получают массу новых эмоций на очередном аттракционе, взрослые могут вкусить блюда разных кухонь мира, купить оригинальную сувенирную продукцию или восхититься шоу ковбоев. В Эльвендрелью следует поехать за невероятными эмоциями, которые детям и взрослым принесет совместное плавание с морскими котиками в аквалионе. Развлекательный парк аттракционов «Мир Тиволи» порадует всю семью. Кстати, входной билет малышам ростом до одного метра бесплатный. Аквариум «Си Лайф» поразит пугающими акулами, смешными осьминогами, улыбающимися скатами и другими обитателями подводного мира. Тематический развлекательный парк «Уорнер Бразерес» располагается в 20 километрах от Мадрида, его тоже следует посетить. Таких шоу и представлений больше нигде нет. В Барселоне стоит заглянуть в океанариум площадью 15 тысяч квадратов. Отправляясь в Испанию с детьми, нельзя не отправиться всей семьей в лаквариум до Барселона крупнейшей в Европе. Финальной частью программы отдыха может стать зоопарк Барселоны, символом которого является белоснежная горилла-снежинка. Фото с любимицей публики украсит альбом путешествий по миру. Отдых в Турции с детьми перед тем как отправиться в Испанию, каждый должен ознакомиться с рекомендациями опытных путешественников. Нужно учесть географическое расположение, временной пояс, климатические условия, традиции и обычаи местных жителей. Важно, неплохим подспорьем станет памятка туристу по Испании. В брошюре находятся общие информационные сведения о стране, телефонные номера различных служб и информбюро. Помимо этого, памятка включает в себя большой список разного уровня мест для размещения туристов, от шикарных гостиниц до жилья эконом-класса. Также в пособии можно узнать расписание междугороднего и городского транспорта, все это позволит избежать проблем, не терять время на поиски и, соответственно, качественно отдохнуть. Кроме того, планируя путешествие, важно выбрать более понравившийся город, определиться с курортом, наметить ряд экскурсий, подобрать эти рисующие достопримечательности для посещения, где никому не будет скучно. Также опытные туристы советуют внимательно относиться к выбору ресторана, бара или кафе. Питаться нужно там, где есть гости, пустые заведения говорят о том, что с местом что-то не так. Не забывайте про чаевые, в ресторане это 5-10% от заказа. Обратите внимание, по городу выгоднее ездить на метро или на общественном транспорте. Билет на 10 поездок поможет существенно сэкономить. Он подходит на метро и автобус. И вообще, прежде чем отправиться покорять испанскую землю, внимательно стоит изучить все об этой стране. Только вооружившись знаниями и прислушавшись к советам, можно гарантировать себе веселый отдых, без сюрпризов и форс-мажоров. В Испании понравится всем. Субтитры сделал DimaTorzok